Микс Ньюс Утро на Болткоме Доброе утро Мы буквально поймали, я понимаю, проездом на репетиции, вас вытащили в студию, чтобы наши слушатели узнали о проекте, которому, я понимаю, уже 10 лет. Ведь это в 2009 году в первый раз появилась идея Лермонтовского демона поставить на сцене, и она переживала, я понимаю, несколько таких реинкарнаций, то есть, несколько каких-то новых художественных решений. Вот чем новая версия отличается от всего, что было раньше? Ну, я должен сказать, что я с большим удовольствием поймался, потому что каждый раз за эти 10 лет я прихожу вот в эту студию, и мы говорим действительно о нашем проекте, и каждый раз появляются какие-то новые повороты. И в этот раз тоже, наверное, будет для Риги неожиданный поворот, потому что это такая живая субстанция, спектакль. Каждый раз, когда я приезжаю в какой-то город, оно у меня по-новому как-то поворачивается, как само произведение, его можно понимать очень по-разному. И оно существует в таких разнообразных формах, как я говорю, от минимализма до максимализма. Вот в этом году, 205 лет Лермонтову, я дошел до такой степени минимализма. В Варшаве в это время я был, вот отмечали буквально недавно, 17 октября. То есть, когда-то у меня были оркестры, органы, балеты, хоры, и потом я все отсекал по кусочку, как Меланджело, отсекал все лишнее, лишнее, лишнее. И вот в Варшаве я был совершенно один, у меня даже Тамары не было головы, только был я, зритель и Лермонтовский текст. Вы знаете, это было потрясающе. Но Рига как раз для меня дорога тем, что она, благодаря титаническим усилиям Галины Полторак, моей уже боевой подруге и потрясающего продюсера Рижского, она дает площадку для воплощения максимальных каких-то возможностей. И вот в этот раз, как и практически 10 лет назад, мы взяли Тарниканскую церковь, которая меня в прошлый раз, когда мы делали практически 10 лет назад этот спектакль, потрясла тем, что там есть орган и такая акустическая возможность, которая дает этому произведению вот тот космос, который заложен Лермонтовым. То есть, когда у нас зазвучал орган, виолончель, тогда была электрогитара, сейчас будет скрипка и пианино, хор, голос певицы, то есть, это все вибрировало, и было такое ощущение, что крыши нету, да, что мы вот сливаемся с этой вселенной, которая потенциально на уровне текста и ощущений заложена в Лермонтовском тексте. Вот мы все провалились в какой-то космос, и я очень благодарен Риге и Галине, и всем, кто вот поддерживает этот проект, за то, что мы имеем возможность здесь ощутить вот космическое звучание этой поэмы. Может быть, расскажите и пригласите наших слушателей сразу, когда у вас состоится спектакль. 29 ноября. 29 ноября в Тарниканской церкви, вот у нас перед нами афиша, которую Галла всегда по-новому как-то делает, и у нас самое главное будет два юбилея. Это 205 лет Лермонтову, и красивая дата, не будем говорить, сколько нашей Галине полторак. У нас еще будет один юбиляр у Соловьева, и у него тоже нолик. А, у Станислава Соловьева, да, это наш потрясающий пианист. Ну и вообще надо сказать, что творческие силы, которые мы подтянули и которые согласились, а все буквально вот как... Международные, я смотрю, это Россия, Латвия. Да, как бабочки к огню летят, я участвую в этом проекте. Это Ингуна Гринберга, потрясающая органистка, которая умеет не просто играть на органе, но она умеет импровизировать. И никогда до конца не знаешь, какая великая импровизация зарит ее голову, но это дает такой драйв какой-то, да, потому что каждый раз это все как-то по-новому, нет какой-то заученности во всем этом. Станислав Соловьев, потрясающий пианист из Санкт-Петербурга. Данис Медяник из Германии. К сожалению, Ивербис Прозванов не может, но он нам дал совершенно полноценную замену своего брата, который будет играть на виолончели. Виолончели «Марис Зима». Из Волгограда мы уже делали спектакль «Волгоградская филармония». Мы пригласили Юлию Пачкалову, солистку царицинской оперы. Ну и я, в общем-то, представитель Соединенных Штатов Америки и России. Его уже как-то приходится жить на две страны в последнее время. И хор «Благрест». Так что у нас полная шоколадная сорти. Более того, в этот раз будет еще танцевальный коллектив, который грузинские танцы нам какие-то изобразили. Да, как раз вот это то, что та новая изюминка. Какие-то вы еще не знаете, вы не репетировали вместе? Вы знаете, мы с ними не репетировали, но это будет уже 65-я моя постановка. В общем, так скажем, контексте всех постановок по всему миру, то, что я делал. И я очень часто использовал грузинские танцы. Они всегда дают вот тот самый колорит грузинский, который заложен Лермонтовым изначально, потому что все действие происходит в горах Грузии, и сама Тамара – это грузинская княжна. Но, как ни странно, вот почему-то изобилия всех других компонентов мы никогда с грузинами здесь не связывались. И вот это будет вот та новая какая-то струя, которая, может быть, должна, и я очень надеюсь, должна привлечь тех людей, которые уже были на этой постановке. Может быть, кто-то скажет, ой, да я это видел. Нет, дорогие друзья, вы не видели это, потому что именно с грузинами – это что-то необыкновенное. Вот тот огонь, который зажигает это все, да, вот он присутствует, это настолько все заразительно. Галочка, а мы с тобой уже не делали грузин, да, здесь? Нет, не было. У нас был танцевальный вариант, который в 200-летие, в большой гибели. Да, но это был балет. Это был балет, это у нас был танцующий ангел и демон. Да, но я не устаю экспериментировать. На будущий год я решил в Нью-Йорке сделать, у меня есть потрясающий композитор, который пишет музыку, вернее, уже написал, мы уже начинаем все это как бы оформлять и репетировать, демон в стиле танго. У нас будет, значит, да, он пишет музыку в стиле таких саундтреков, и когда я послушал то, что он написал, я говорю, Саша, мы делаем абсолютно новую версию, у нас будут большие экраны, мы будем мощный такой, как бы киношный видеоряд делать, и у нас будет черный мальчик танцевать демона, а белый мальчик будет танцевать ангела. Ну и Тамара, конечно, будет. У нас тоже такой вариант был. Да, мы его опробировали уже в Риге, потому что, знаете, это очень любопытно, как рождается новая постановка, когда вдруг что-то очень удачное получается, я эти элементы перетаскиваю удачные в следующую постановку. И поэтому для многих ощущение какого-то чуда. Приезжают, вы приехали за неделю и такой спектакль сделали. Я говорю, да, но не забывайте, что этому проекту уже 10 лет, и какие-то самые интересные ходы я, конечно, тащу из одной постановки в другую. Ну, вы гастролируете по разным городам Европы, преимущественно показываете... Не только Европы. Да, русскоязычным жителям, да, я так понимаю, свои спектакли. Может быть, есть какой-то, я не знаю, элемент отличия аудитории этой, допустим, в Латвии, в Польше, если сравнить. Да, и с Россией, допустим. Знаете, честно говоря, я не ощущаю какого-то такого принципиального отличия в восприятии. Единственный город, который как-то меня удивил в своей реакции, это была Москва. Я сам, можно сказать, из Москвы закончил театральное училище имени Щепкина в Москве, преподавал долгое время, но вот уже почти 20 лет я живу в Нью-Йорке. Я помню единственный свой опыт, когда я приехал в Москву, я читаю одно стихотворение, второе, третье. Ну, народ как-то принимает. Я привык уже, ну, можно сказать, с избалон. Когда ты приезжаешь в русскоязычную диаспору, где-то, которая живет за рубежом, в Австралии, я не знаю, там, в Америке, прочитаешь стихотворение, и тут же все включаются, начинают хлопать, они уже сразу мои. А москвичей нет, я понял, что они настолько избалованные, как бы творческими всякими изысками, что я читаю, а они сидят, развалившись в кресле. И вот только, знаете, как говорят, есть язык жестов. Сначала публика сидит вот так. Это я отклонился назад. Да, в закрытой позе, да, руки сложив на груди, я слушателям поясню. Вот так, а потом вот так. Так вот, когда вот они уже вот так, ты понимаешь, что они твои, они уже твои, ты уже держишь. Так вот, в любой, как бы, другой аудитории вот так садятся, ну, на пятой, там, шестой минуте. А в Москве где-то уже только через полчаса, через сорок минут. Русские в Нью-Йорке совершенно замечательные. Там просто уже такая большая аудитория моих фанов, так скажем, да, я все-таки там 20 лет, что вот сейчас мы будем играть Бунина, билеты распродаются гораздо быстрее, чем в любой другой, так скажем, аудитории. Точки мира, да, серьезно? Да, но, может быть, в этом сыграло роль и то, что я сейчас, на самом деле, очень много езжу. Я практически 8 месяцев в году провожу на гастролях. А вы не переводите свои спектакли? Вот мы общались в том числе и с ребятами из ГИТИСа, да, по-моему, которые даже по Китаю гастролируют и переводят свои спектакли, и они заходят на ура. Ну, то есть субтитры, субтитры там. Да, 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 наверное, если дойдет дело до Китая, придется перевести. Да, в принципе, у меня как бы идеи такие есть, расширить все-таки аудиторию не только для русскоязычного населения. Вот, допустим, себя на английский язык перевести, чтобы и местные… Да, но в Америке у нас было несколько таких оптов, мы делали субтитрами, и приходили американцы, и были как бы в восторге. Но у меня в основном как-то складывается, благодаря вот моей технологии, так скажем, организационной деятельности на русскоязычную публику, поэтому в этом не было какой-то необходимости. А вы живете на Манхэттене, да, прямо буквально? Да, у меня роскошный садик есть прямо при квартире, знаменитый, благодаря Фейсбуку. Сейчас уже скрыться невозможно. Почему знаменитый, расскажите? Знаменитый, потому что, ну, те, кто был в Манхэттене, знают, что даже если вот маленький клочок земли у вас будет, вот с ваш стол, все уже считают себя, вау, у меня есть клочок земли, я могу там деревца посадить, кустик могу, вот. А у меня целая сотка, вот у меня вот как бы, как вот в вашей студии, только 5 или 6 вот таких кусков, да, то есть как бы, ну, 12 на 15 метров. Ну, вот так повезло, внутренний дворик такой. Обычно такие дворики бывают, ну, такими проходными, которые принадлежат всему дому. То есть они общие мечи. А у меня вход в этот внутренний дворик из моей квартиры, туда никто не может попасть. Была когда-то эта забросанная строительная площадка, но поскольку я в армии был в строительных войсках и в одной своей постаси каменщик, вот, я не боялся кирпичики в одну сторону, доски сюда, щебень сюда, потом думаю, что я могу сделать. Стал вымачивать дорожки, потом стал делать грядки, посадил деревья, помидорчики, огурчики, вот. И когда народ приходит в Манхэттен, в дом, а потом из дома попадает еще во внутренний двор, где тут все благоухает и цветет, вот, все просто в полном потрясении. Так у меня сейчас вот гала была несколько раз у меня. Все, кто приезжает, говорят, вау, каждый год лучше и лучше, ну, действительно, потому что деревья, своя мята, помидорчики, огурчики. У меня вот так, аллея плодовых деревьев, тут у меня яблоня, груша, вишня, несколько кустов смородины, слива, вот здесь абрикос, киви и здесь шелковица. Его вроде небольшой клочок земли, вот, но сейчас у меня новый, как бы, такой фан для меня. Я понял, что я хочу зарабатывать деньги не на выезде, а не выходя из дома. Я построил там сцену и сделал зрительный зал, и вот провел первый концерт. И у меня билеты... Такие open air, да, своего рода? Да, 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 но это летние, конечно, сезоны. Вот Саша Ноткин, потрясающий певец был и актер, он у меня, вот, в «Демоне будет ангела» играть, а в «Цыганах» играл отца. И он прекрасно поет. Я говорю, Саша, давай-ка сделаем, попробуем. Я дал два маленьких объявления в Фейсбуке, и у меня 40 билетов так... Вот, и это был самый легкий мой концерт, потому что, вы знаете, как сложно собрать публику, но здесь сыграло роль все. Слава моего садика знаменитого, и почему я говорю так совершенно откровенно, я не хвастаюсь, я приезжаю в Калугу, и там, естественно, так доброжелательно меня воспринимают, раскланиваются, и какой-то дяденька так улыбался мне и говорил, а мы что, с вами знакомы? Он говорит, ну мы же друзья на Фейсбуке, я поклонник вашего садика. И потом, когда я не приезжаю, оказывается, народ следит за моим садиком. Вот так вот. Видите, я вас немного развлекаю. На самом деле, я этот садик наблюдаю со светлой площадки до того, как он превратился в оазис. И я знаю, что Руссен настолько любит и животных, и растения, что они у него там все дрессированные. Он выходит, и огурцы начинают своими усиками тянуться к нему. Поэтому это вообще уникальная вещь. А как вообще произошло ваше знакомство, вот вообще появилась идея этого спектакля? Ну, это все пошло из Нью-Йорка. Он сделал первую постановку в Нью-Йорке, и сюда приехал просто исследуя места, где можно провести время или найти себе партнеров. А, партнеров, да. Вот. И так и произошло. И мне порекомендовали Ермолаевы. И в первой постановке их картины Ермолаева, Виталия, участвовали в... Это была сценография из картины Ермолаева. Это было не только в первой постановке, но и в Турниканской церкви. И то, что было записано в Турниканской церкви, существует в интернете и очень успешно просматривается уже много лет. И называется «Рай открылся для любви», 2011 год. Да. И я до сих пор использую эту запись, если мне надо представить мое творчество. Все говорят, ну, есть что-то. Хотя в Ютубе колоссальное количество уже, как бы, записей разных и концертов, и спектаклей. Я посылаю именно это, потому что она действительно, ну, как-то производит впечатление. Вот эта мощь, очень хороший звук, хороший монтаж. И вот этот набор всех творческих компонентов, я даже иногда смотрю, пересматриваю и думаю, вау, неужели это мы сделали? Как приятно. А что касается картин Виталия Ермолаева, я, конечно, очень благодарен, что они с Галочкой меня познакомили в свое время. Их картины настолько украшают проект, что в какой-то момент мы уже поняли, что картины возить невозможно. Мы все это перевели в цифровой формат. И когда я выезжаю в какую-то филармонию, где есть экран, мы обязательно транслируем картины Врубеля и Виталия Ермолаева. Это вот такая своеобразная визуальная декорация к нашему спектаклю. Я как раз насчет Врубеля хотел сказать, что ведь это тоже, мы как-то демона представляем себе, его глазами практически. Да, но на самом деле сама вот идея, после того, как я 10 лет сидел в Нью-Йорке, и я съездил в Россию на гастроли, понял, что очень ситуация изменилась, залы полны. Я стал думать, ну надо ехать с какой-то новой работой, с чем ехать, хотя уже был наработан определенный багаж каких-то программ. Я понял, что надо ехать именно с демоном, потому что ведь все циклично развивается. Если на рубеже 18 и 19 веков Жил Лермонтов написал вот это свое произведение, на рубеже 19 и 20 веков, через столетия, эту тему в визуальном, так скажем, варианте представил Михаил Врубель, написал более 40 работ, большинство уничтожил. Я понял, что вот уже на рубеже 20-21 века надо опять пройти этот путь, но уже в исполнительских жанрах. Это была моя такая внутренняя какая-то, как принято говорить, фишка, хотя вот интуитивное такое ощущение, что надо собрать визуальные жанры, исполнительские, и оперу, и театр, и балет. Вот как-то вот было какое-то видение. Потом я читаю вдруг дневник Врубеля, и он пишет «Мечтаю о театре, в котором были бы представлены все жанры – опера, поэзия, драма, балет, картины». И я Галле тогда говорю, Гал, так вот мы, оказывается, мечту Врубеля воплотили, даже не зная сами того. Но я абсолютно верую, что не мы выбираем идеи, а идеи выбирают нас. И в этот раз я настолько как-то еще больше убедился, что мы являемся проводниками каких-то идей. И может быть действительно Михаил Юрьевич и Михаил Врубель выбрали именно нас, потому что у них были эти идеи. Они так сверху там посмотрели, говорят, так, кто может воплотить это? Берем Галича, посылаем ему идею. А вы только что отметили, что когда поняли, что залы начали собираться в какой-то момент, вот я хочу вас спросить, как вы думаете это в связи с чем? Покупательская способность улучшилась или появилась тяга к культуре, к просвещению, если вы, я так понимаю, о России говорили? Вы знаете, сбор залов – это такая сложная штука, это совокупность очень многих компонентов. Это наличие в первую очередь правильного организационного какого-то звена или продюсера, или какого-то концертного агентства и филармонии, которые этим грамотно занимаются. Это правильное сочетание имен, это безусловно твоя уже какая-то репутация, выбор площадки. Вот все вместе. И, конечно же, ритм очень важен. Я, например, в свое время пошел в какой-то концерт, и я начинаю ездить, приглашают чуть ли не 4-5 раз в одно и то же место. И я уже сейчас понял, в одном городе нельзя появляться чаще одного раза в год. Приезжаешь чаще – надоедаешь, приезжаешь реже – забывают. Но вот раз в год ты приехал, напомнил о себе. Вот поэтому я сейчас зачистил в Австралию, я вот четвертый раз уже поеду в Австралию, в Новую Зеландию. Но поеду вот уже с этой регулярностью. Я был год назад. А там большая диаспора? Достаточно большая, да. Ну, там тоже все разрозненно живут, потому что городов достаточно много. Куда вы приезжаете в Австралию? Ну, я когда уезжаю, я уже как бы широкой сетью. То есть, это у меня, как правило, мой маршрут Перд, Мельбрун, Сидней, Аделаида, Окленд, Новая Зеландия. Вот. Ну, вот сейчас я и Брисбан. Брисбан. Вот в этом году мы будем делать ставку на Брисбан. Хотя в других городах тоже. Самая большая диаспора в Сиднее. А как вы, не знаю, подготавливаете площадку? Да, видите, везде, мне кажется, ну, сцена разная и везде потребности разные. Возможно, те залы, где вы уже выступали, допустим, вы уже с ними знакомы. А если новые, вы как-то смотрите? Потому что, может быть, не все для этого предназначены, для ваших нужд. Ну, я должен сказать, что я изначально, как бы, в первой, так скажем, версии, не артист драмы, который включен в драматический спектакль, а артист речевого жанра. Артист речевого жанра предполагает просто сцену и зрителя. Я уже внес элементы драмы в свою, поэтому я могу адаптироваться абсолютно под любую площадку. Ну, естественно, мы списываемся с продюсером, мы обговариваем какие-то моменты, у меня есть представления, но адаптация идет буквально вот на месте. Я вот только что приехал из Тарту, где мы делали «Цыган». Ну, вот так сложились обстоятельства, я должен был в Тарту провести неделю, но по семейным обстоятельствам я вынужден был уехать в Казань и приехал только в день спектакля. И у нас был потрясающий совершенно спектакль, потрясающий. Это была точка моих гастролей вот этих. И хотя я видел площадку первый раз, единственное требование, пожелание, чтобы был профессиональный штат работников, которые сидят на звуке, на свете, на видео. У меня есть свои технологии, я заранее засылаю всем сценарий с очень подробными описаниями, чего должно быть. Если человек профессиональный, он моментально врубается во все. Ну что же, на самом деле, вот время, к сожалению, завершилось у нашей, да. Но мы еще раз напоминаем, что 29 ноября это будет Тарникалнская церковь, и будет орган как раз-таки Тарникалнской церкви тоже принимать участие в этом концерте, в этом спектакле «И рай открылся для любви» Рустам Галич, демон Лермонтова. Ждем всех, спасибо большое вам. Спасибо вам за приглашение, по-моему, мы прекрасно провели время. И продолжим его проводить уже 29 ноября на спектакле. Спасибо.